Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если мы скажем «Китабун» – книга, это слово не будет указано на определенную книгу. Если зайдя в класс, например, мы скажем «Хаза китабун» – это книга, это будет указано просто на то, что этот предмет книга, не обозначая ее владельца. Но если мы скажем «Китабу Мухаммадин», то так же, как само имя Мухаммада находится в определенном состоянии, имя «Китаб» тоже будет находиться в определенном состоянии, которое оно получило от имени Мухаммад. Мы знаем не только то, что эта книга, а еще и то, что она принадлежит Мухаммаду. Поэтому в изафитном сочетании второе имя Мудуаф-Илей является владельцем того, на что указывает первое имя Мудуаф-Илей, если такое представляется возможным. Или второе имя является как бы владельцем того, на что указывает первое имя, например, «Бабль-Бейти» – «Дверь дома». Поэтому здесь можно задать вопрос «Кого? Чего?». А если же в изафитном сочетании Мудуаф-Илей, то есть второе имя будет в неопределенном состоянии, то тогда это будет указывать на выделение, на обособление. Например, в Китае вроде «Книга мужчина». То есть книга какого-то мужчины. Мужчин много, и мы не знаем именно какого мужчины эта книга, однако мы знаем, что это не книга женщины, а мужчины. То есть здесь у нас «Идуафа» – это присоединение, хотя оно и не определило четко хозяина книги, однако оно сузило круг возможных хозяина этой книги, исключив таким образом женский пол. Мудуаф-Илей определение всегда ставится в состоянии Аль-Джар в родительном падеже, потому что само понятие «Идуафа» – присоединение предполагает, что ему предшествует другое имя, которое и ставит это второе имя в состоянии Аль-Джар в родительном падеже. Значит, мы сказали «Ноума», что имя «Ноума» в Айате – это «Мудуаф». Если мы сказали «Мудуаф», значит автоматически мы знаем, что второе имя – это «Мудуаф-Илейхи». Оно должно быть в состоянии Аль-Джар в родительном падеже, даже не увидев второе имя. Если это имя, которое является Мудуафом-Илейхи, будет именем с изменяемым окончанием, как в примере Китаба Мухаммад, мы скажем, что это имя поставлено в состоянии Аль-Джар, и у него такой-то признак Аль-Джар. А если же это имя будет «Мабниун», то есть несклоняемым именем, то есть именем с неизменяемым окончанием, мы скажем, что оно находится на месте падеже Аль-Джар, как мы видим здесь, на примере местомения Кум. А если точнее, на примере местомения Кав. Значит, «Наума» – это «Мудуаф». «Кав» в слове «Кум» – это «Мудуаф-Илейхи» – это «Домирун-Мутасуна» – слитное местомение. «Мабниун-Аль-Доми» – с неизменяемым окончанием, с неизменной «Домой» на конце. «Вальмимус-Сякину» – это «Асакунирован-Намим» – на конце. Это «Аля-Мату-Джам-Из-Ду-Кури» – признак множественного числа мужского рода. Дальше, «Субатан». «Субатан» – это «Мафул-Бихи-Танин». Это второе прямое дополнение. И в конце мы говорим «Вальфи-Ла-Маа-Фа-Ильхи» – то есть глагол «Джа-Ла» вместе со своим «Фа-Лем» – то есть местомением «На» и с двумя «Мафулами» – все это «Жумлятин фи-Льетин» – глагольное предложение. «Маа-Туфутин» – «Аля-Жумляти Аля-М-Нач-Ла» – то есть соединено с предложением «Аля-М-Нач-Ла». Исследователи, так же, как и у него «Ла-Махалля-Ла-Манил-Араб» – у этого предложения тоже не будет места в падеже. Остановимся на этом, иншалу.